YouTube-канал Сабила. Испанский язык. Урок первый. Гласные. Испанский язык принадлежит группе романских языков, развивавшихся из народной латыни, которую принесли на Пиренейский полуостров римские завоеватели в III веке до н.э., и которая вскоре была усвоена коренным населением. В процессе своего формирования испанский язык заимствовал небольшое количество слов из языка древних иберов, сохраняя в своем словарном составе и грамматике многие черты латинского языка. После распада Римской империи в V веке до н.э. Испания была захвачена вестковскими племенами, которые не оказали заметного влияния на культуру и язык народов Пиренейского полуострова. В начале VIII века н.э. Испания попадает под власть арабов, мавров, принесших с собой передовую для той эпохи культуру. Арабы находились в Испании до конца XV века, и их высокая культура не могла не отразиться на языке коренного населения полуострова. По этой причине в испанском языке имеется значительное число слов арабского происхождения. В период реконкисты, освобождения от арабского владычества, усилилось военно-политическое влияние центральной области полуострова – Кастильи, что способствовало тому, что кастильское наречие стало основой литературного языка Испании. Этим объясняется употребление термина «lengua castellana» – кастильский язык в значении «lengua española» – испанский язык. В 1492 году Христофор Колумб при поддержке королевского двора Кастильи совершил своё первое плавание через Атлантический океан, и его коровелы достигли острова Сан-Сальвадор. Началось завоевание нового света испанскими конкискадорами. Испанский язык стал распространяться на забоёванных территориях по другую сторону Атлантического океана. В настоящее время число говорящих на испанском языке превышает 300 миллионов человек. Кроме Испании, на этом языке говорят в 18 странах Латинской Америки – Аргентина, Боливия, Венесуэла, Гватеммала, Гондурас, Доминиканская республика, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Уругвай, Чили, Эквадор и на Филиппинах. Испанский язык является одним из пяти основных рабочих языков ООН. В настоящее время различают несколько национальных вариантов испанского языка в Латинской Америке – кубинский, мексиканский, аргентинский и другие. Эти различия проявляются в фонетике, грамматике и особенно в лексике. Костильский диалект универсален. Его понимают во всех испаноговорящих странах. Именно поэтому изучение испанского языка начинают с изучения костильского диалекта, положенного в основу испанского литературного языка. Испанские гласные, в отличие от русских, характеризуются более активной артикуляцией и отсутствием редукции ослабленного произношения безударных гласных. Отработку гласных и постановку правильной артикуляции лучше производить в такой последовательности – И, Э, А, У, У. Буква А обозначает звук А, более передний, чем русский, гласный А под ударением. Звук О обозначает буквой О. Губы округлены, выдвинуты вперед несколько больше, чем при произнесении русского ударного О. Необходимо следить за четким произношением О во всех позициях и особенно в конце слова, так как редукция безударного О в испанском языке может привести к смысловым ошибкам. Примеры. Маэстро – учитель, маэстро – учительница. Бланко – белый, бланка – белая. Буква У обозначает звук У. Губы округлены и более вытянуты вперед, чем при произнесении русского ударного У. Куба. Буква И обозначает звук И. Уголки губ оттянуты сильно в сторону. Критика. Корона. Пропаганда. Политика. Политику. Критику. Компромиссу. Титулу. Институту. Буква Э обозначает звук Э. Губы растянуты так, как будто вы хотите произнести звук И. Этика. А теперь прочитайте слова за мной. Эмэррика. Эк Antинеса. Экатур. Экатурlı. Сchae Meyer. Которин. Система, документы.